Накануне в районе Ясли сада начальной школы номер 6 и детской городской поликлиники номер 1 у многих водителей был повод удивиться, а может быть даже и понервничать. Сотрудники госавтоинспекции останавливали автомобили и первым делом осматривали салон, нет ли в нем маленького пассажира. Поводом для такого тщательного досмотра стала профилактическая акция, стартовавшая накануне по всей стране. В период времени с 20 по 27 ноября на территории Брестской области сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться крупномасштабная республиканская профилактическая акция, которая направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию использования средств пассивной защиты при перевозке наших маленьких юных пассажиров. Дорога – место повышенной опасности и дорожно-транспортные происшествия на ней, к сожалению, случаются. При этом дети, не пристегнутые ремнями безопасности или не зафиксированные в специальном кресле, получают серьезные травмы. К счастью, в большинстве остановленных сотрудниками госавтоинспекции автомобилей маленькие пассажиры перевозились правильно. В этом заслуга понимающих родителей. В первую очередь дети – это наше будущее, естественно, нужно думать о них. У меня дети знают, они всегда садятся в машину и всегда сразу пристегиваются. Раньше как-то не так, конечно, как хотелось бы было, потому что дети были поменьше, они не слушались, старались им внушить, что это нужно. Они повзрослели, сами видят, сами знают, что случается на дорогах. Сначала мы переезжали, когда сидение стояло сзади у нас, теперь мы поставили его вперед, для того, чтобы было спокойнее. Мне все-таки я вижу, как я его перевожу и вижу, что он делает. Подобные профилактические мероприятия сотрудники Брестской областной госавтоинспекции проводят довольно часто. Во время таких рейдов они еще раз напоминают автовладельцам о мерах безопасной перевозки своего чада. Однако, если сейчас транспортировка маленького пассажира в специальном удерживающем устройстве – мера рекомендательная, то уже в январе 2015-го за свою беспечность в отношении ребенка водитель будет привлечен к ответственности.